Компания Canon Компания Canon Ну и, соответственно, на примере филоидной фиброаденомы мы четко видим, насколько чувствителен данный режим к низкоскоростным потокам. И, ну, я думаю, для аудитории, которая нас слушает, мне нужно комментировать, насколько это важно для диагностики, собственно, онкологической патологии молочной железы. Ну, и дифференциальной диагностики, безусловно. Ну, помимо сосудистого русла мы видим прекрасную четкую дифференцировку, собственно, в B-режиме. Безусловно, мультипараметрический подход невозможен без комплексного обследования и использования дополнительных методов. Подчеркну, безусловно, дополнительных методов технологии Canon и возможности ультразвуковых сканеров представляют целый ряд необходимых в данном случае решений. Это, безусловно, и компрессионная эластография, и сдвиговолновая эластография, которая поддерживается уникально на всех типах датчиков, что, ну, скажем так, отличает компанию Canon от других производителей. Также такой визитной карточкой является вот этот необычный голубой режим, фильтр, который называется микропьё, позволяющий дополнительно оценить наличие микрокальцинатов в структуре, не только молочной железы, в принципе, в структуре поверхностных органов. Соответственно, ну, как бы не всегда микрокальцинаты чётко визуализируются при B-режиме. Безусловно, золотой стандарт – это маммографическое исследование. Здесь это, хотелось бы подчеркнуть, дополнительная возможность, если у нас имеется так называемая плотная молочная железа, или, скажем так, визуализация этих микрокальцинатов затруднена. Но это дополнительный метод, который находится в такой процессе внедрения. И нам будет очень приятно услышать, ну, собственно, опыт, ну, если что называется, с полей, как эта технология действительно применяется, какие у неё есть возможности. Я буду очень благодарна Екатерине Сандровне, дальше продемонстрирует это на конкретном примере. То, о чём, ну, собственно, дальше пойдёт речь, прежде всего, это технология навигации, а именно Брест-Кангайд. Суть в совмещении маммографического исследования и ультразвукового исследования в реальном времени. Технически выполняется очень просто. Дайком файл с любого маммографического изображения загружается на ультразвуковой прибор и открывается, и совмещается, накладывается на ультразвуковую картину. Соответственно, это позволяет более точно оценить и, скажем так, быстрее сберечь нервы и специалиста, и пациента. Ну, что в нашем текущем, в текущих реалиях имеет достаточно большое значение. Безусловно, не только, да, здесь представлены, были различные доклады по различным направлениям визуализации. Сейчас-то тренд, безусловно, мультимодальный подход, когда мы пытаемся поставить максимально точный диагноз, используя все возможности диагностические. Здесь пример совмещения МР-изображений ультразвукового, да, соответственно, такие возможности есть и исполнены на приборах Кэнон достаточно комфортно. Это не очень трудоемкое исследование. Таким образом, действительно, можно совместить не только рентгенограмму, но и, соответственно, любую другую диагностическую модальность. И провести, соответственно, биопсию уже, да, трудно визуализируемого на ультразвуке участка более точно. Хотелось бы сказать, что, безусловно, преимущество не только для оценки структуры и образования молочной железы, но, безусловно, и возможности сканера, и разрешающие способности оценка сосудистого русла имеет свое значение при оценке лимфатических узлов. И здесь один из примеров, как выглядит SMI, но это, на самом деле, самый простой наш датчик, обычная линейка, и вы видите, насколько четко представлена картинка, и как мы четко видим сосудистое русло. Еще одна из возможностей – это использование свободной рукой визуализации коронарной плоскости, используя обычный 2D-датчик линейный. Вы видите, что мы получаем это в параллельную апертуре датчика плоскость, получаем дополнительную информацию о выявленном образовании. Для этого не нужны какие-то трехмерные датчики. Мы можем дополнительно оценить опухолевое образование, используя вот эту технологию. Это не доп. какая-то опция, это также находится в базе машины. И то, что сейчас стало доступно, безусловно, мы счастливы, что это есть в данном лечебном учреждении, все больше и больше таких сканеров появляется в России, это высокочастотная визуализация. В данном случае это поверхностное образование. Вы видите, что на конкретном изображении на кинопетле глубина у нас 2 см, и поверхностное образование, насколько четко мы видим его структуры и сосудистый компонент. И, безусловно, это возможности именно высокочастотной визуализации. В данном случае датчик 24 МГц. Сейчас у нас зарегистрирован с апреля датчик 33 МГц. Но это уже ультравысокая частота. Это уже удел, скажем так, суперповерхностных образований. Это уже речь про слои кожи, про даже, может быть, волосяные луковицы и ногтевые фаланги. Но это, скажем так, из другой уже области. Для оценки, в том числе, например, меланомы, датчика 24 МГц вполне достаточно. Разрешение датчика позволяет дифференцировать структуры и оценить состояние пациента и наблюдение за пациентом в динамике уже после проведенного лечения. И на фоне проводимого лечения оценить эффективность, что немаловажно. Ну, один пример из другой немножко области, просто иллюстрирующий возможности современных сканеров. Также мы видим, что глубина до 2 см. Это пример очага при гинекомастии. Мы видим, насколько высокое разрешение сейчас позволяет обеспечивать наши ультразвуковые сканеры. И здесь очень здорово, что мы, несмотря на то, что происходит, мы остаемся на рынке, мы обеспечиваем поставки и, ну, скажем так, выполняем все обязательства, которые на нас возлагаются. У нас продолжается обучающая программа, работает тренинг-центр в Москве. Мы приглашаем всех посетить наш шоу-рум и познакомиться с нашими сканерами вживую. Будем рады, если вы подпишетесь на наши социальные сети. У нас доступны все материалы, конференции, вебинаров, мастер-классов уже записаны. И те, которые мы проводим, постоянно база обновляется данных. Из ближайших мероприятий всех будем рады видеть на российском диагностическом саммите, на конференции Росудом. Я знаю, что РОР будет скоро в Санкт-Петербурге. В общем, уважаемые специалисты, будем рады всех видеть вас вживую на стенде RPIC and Medical Systems и познакомить вас чуть поближе с нашими решениями. Я благодарю за внимание. И Екатерина Александровна переделала вам слово. Проводим диагностические различные процедуры. И, конечно же, помимо той визуальной картинки, которую мы получаем, это высококачественный B-режим и возможность использования чувствительного доплера, технология SMI. И вот сейчас мы остались без контрастного усиления в ультразвуке. И, конечно же, технология SMI позволяет нам вернуться в то время, когда мы видели прекрасно микрососудистый кровоток, мелкие сосуды. И сейчас вот эту технологию Canon мы с большой эффективностью используем в дифференциальной диагностике. Также при использовании B-режима, режим MicroPew подсвечивает микрокальцинаты. Я как мультимодальный диагност, конечно, ориентируюсь больше на данные маммографии, но именно режим MicroPew позволяет нам увидеть цель для взятия биопсии. Когда под контролем ультразвука мы нечетко видим зону нарушения архитектоники, мы не всегда хорошо визуализируем микрокальцинаты. Режим MicroPew подсвечивает, что позволяет нам перенести биопсию под контролем ультразвука. И когда у нас появилась возможность на экране монитора ультразвукового сканера загружать маммографические изображения, потому что как это происходит? На экране монитора компьютера мы просматриваем маммографические изображения, потом подходим к ультразвуковому сканеру, и уже как бы фьюжн у нас происходит в голове. Мы совмещаем эту информацию. А когда появилась возможность просматривать маммографические изображения на экране монитора, то, конечно, это гораздо удобнее и проще для выполнения биопсии. Как же используется рефересный режим Breast Can Guide? На экран одновременно можно вывести ультразвуковые изображения и данные маммографии. Это можно использовать при сопоставлении локализации микрокальцинатов на маммографии УЗИ, чтобы определить точную цель для выполнения трепан-биопсии. Вначале мы устанавливаем расчетные линии кожи и соска на маммографическом изображении. Уже выбираем зону интереса, в данном случае это зона микрокальцинатов. И далее аппарат рассчитывает нам на диаграмме внизу схематическое изображение молочной железы, пересечение линий, который указывает нам локализацию этих микрокальцинатов на коже. Для удобства мы устанавливаем точную локализацию зоны интереса на коже. Но это просто подсказка дополнительная. И дальше уже можем выполнять трепан-биопсию под ультразвуковым контролем. Но в любом случае, если мы даже забираем зону микрокальцинатов под УЗИ, нам обязательно нужно удостовериться, что они находятся в трепан-биоптатах и делается рентгенологический снимок, чтобы удостовериться, что мы точно взяли материал оттуда. То есть у нас идет постоянная проверка эффективности нашей процедуры. Ну и теперь я перехожу к клиническим наблюдениям. Пациентка 73 года. В условиях митс-онкологии Петрова проведено лечение по поводу рака молочной железы. В 2019 году выполнена органесохраняющая операция с биопсией сигнальных лимфатических узлов. По гистологическому заключению это инвазивная неспецифицированная карцинома с внутрепротоковым компонентом крепрозного типа G2. По иммуногистохимическому статусу это люминальный амолекулярный потип, да, КИ-67 всего 5%. И она проходила плановый контроль митс-онкологии Петрова. Мы видим с вами металлические клипсы, да, это как раз показывает нам то место, где была выполнена операция. И в 2021 году мы видим только базисленные ацинозные кисты, да, а вот уже в 2022 при контрольной маммографии появляется микрокальцинат, имеет такой вот петлистый характер. И, конечно, учитывая ее анамнез, наличие внутрипротокового компонента, это достаточно подозрительно в отношении того, что это может быть рецидив. Классический здесь можно выполнить и нужно выполнить маммотез, но если мы эту зону хорошо можем визуализировать при ультразвуковом исследовании, то допускается выполнение взятия материала под контролем, совмещенном в данном случае с использованием технологии Брестскангайд. Эта зона была также определена, и режим Майкро-Пью подсветил нам эти микрокальцинаты. Мы были уверены, что именно хорошо видим эту зону. Дальше была выполнена трепанбиопсия. Обязательно проконтролировали, что взяли микрокальцинаты, что они находятся в трепанбиоптатах. И по гистологическому заключению, это фрагменты фиброзной жировой ткани с обширными кальцификатами. То есть гистологи тоже видели микрокальцинаты в биопсийном материале. Опухолевого поражения не выявлено. Вот так могут выглядеть послучевые фиброзные изменения. Следующее клиническое наблюдение. Пациентка 33 года, он онкологический анамнез неотягощен. Жалобы на пальпируемое уплотнение. По данным мемографического исследования, тип плотности D, очаговое образование, микрокальцинаты не выявлены, категория байратства. В проекции пальпируемого уплотнения устанавливаем датчик. Мы видим с вами четко очерченное образование дольчатой формы. Но если мы включаем режим цветового доплеровского картирования, наблюдается достаточно активный кровоток. Мы включаем с вами режим СМА, о котором я говорила. И вот посмотрите, насколько больше сосудов, микрососудов позволяет нам увидеть этот волшебный режим. Здесь мы видим воочию нарушения сосудистой архитектоники патологического образования. Мультипараметрическое ультразвуковое исследование выполняем компрессионную эластографию. Здесь синяя шкала, здесь жесткие участки подкрашиваются синим цветом. Пятый эластотип, коэффициент жесткости 10-13. Мамосинтиграфия также соответствует карциноме правой молочной железы с выраженной метаболической активностью. Гистологическое исследование трепан биоптатов. Неспецифицированная карцинома G2-люминальный B, HER2-негативный ипотек. И последнее клиническое наблюдение. Пациентка 53 года. Онкологический анамнез не отягощен. Аугментация в августе 2019 года. Одномоментно была выполнена секторальная резекция правой молочной железы по поводу доброкачественного образования. И в марте 2023 года пациентка обнаружила образование в правой молочной железе. Выполнена цитология по месту жительства, по месту диагностики. Цитологическая картина подозрительная на злокачественную. Имплант. Соответственно, какой метод наиболее эффективный? Это магнитно-резонансная томография, которая показывает зону контрастирования. Вот именно такое линейное сегментарное распределение. Зона ползет по фиброзной капсуле импланта. Имеет все признаки подозрительные на злокачественный процесс категория БРАС-4. Вот при наличии имплантов, какой у нас выбор взять биопсии? В моей практике мы используем только, конечно, ультразвуковой контроль. Я не знаю, коллеги могут представить себе взятие материала под МР или стереотоксическим контролем. Но потом, наверное, обсудим это. Поэтому у нас нет никаких вариантов, как только искать зону локализации под контролем УЗИ. И так как нет узлового образования, визуализация вот этой участка нарушения архитектоники очень неоднозначна. И вот тут как раз хорошо помогают дополнительные режимы. Майкропью подсвечивает нам микрокальцинаты. И использование чувствительного доплера, да, мы видим активный кровоток. А именно при внутрепротоковой форме рака молочной железы, как раз очень часто в проекции участка нарушения архитектоники будут определяться вот такие вот множественные сосуды. Поэтому цель была локализована, было произведено взятие биоптатов. И мы подтвердили процесс инвазивно-неспецифицированная карцинома G2, люминальный B, HR2, негативный молекулярный потип. Ну и в качестве заключения хочу сказать, что ультразвуковая навигация цели для выполнения трепан-биопсии наиболее эффективный и простой выполнение экономичный метод. Если мы видим под УЗИ, можем взять, всегда врач выбирает ультразвуковой метод навигации. Но вот в таких сложных случаях при определении участков нарушения архитектоники и микрокальцинатов, чтобы быть уверенным, что мы идем в правильном направлении, необходимо применение новых технологий, таких как Брескангайд, Майкропью, СМИ для наиболее точной визуализации цели для взятия гистологического материала. Спасибо за внимание.